Приветствую вас, автор вопросов, я отвечал вам уже на ваш вопрос, ваш вопрос был точно такой же, вот, я на него уже отвечал, я не знаю, что вы, ну, выбрали ли вы там лучший ответ или нет, я не знаю, консультировались ли вы или нет, но судя по тому, что вы задаете еще один вопрос, я полагаю, что не консультировались, вот, и не работали, а работать вам нужно, потому что, как бы, вернуть мужчину вы не сможете до тех пор, пока вы будете вести себя так, как ведете, то есть до тех пор, пока ваше поведение будет таким, как сейчас, то есть до тех пор, пока вы будете позволять ему, я имею ввиду, мужчине, пока вы будете ему позволять делать то, что он делает. И поскольку позволяете сделать вы ему то, что он делает не случайно, а позволяете сделать потому, что вы хотите, чтобы он вернулся, вам это нужно, вы не можете его отпустить, вот, работать нужно именно с вашей потребностной сферой в первую очередь, вот. Для того, для того, чтобы, взяв на себя ответственность за то, что вам нужно, взяв на себя ответственность за то, что вы хотите, вы бы это реализовывали и не нуждались бы в мужчине, вот. Это такой аспект, да, то есть здесь, еще раз повторю, только работа, индивидуальная работа. Дальше, значит, смотрите, вы пишете, что я была всегда против влезания в чужие отношения. Пишете вы. Да, то есть здесь как бы запрет идет. Запрет нельзя, по факту. Казалось бы, ну такой, достаточно справедливый тезис, казалось бы. Но это на самом деле только кажется, потому что тезис на самом деле не совсем справедливый, вот. Потому что если в отношениях есть трещины, если в отношениях есть проблемы, то вы не влезете в эти отношения. Вы просто покажете людям, покажете в данном случае мужчине, да, что, ну, по факту отношения себя и жили, что, в общем-то, и произошло. Вот. Понимаете? То есть здесь у вас имеет место быть, пожалуй, первый запрет. Первый запрет, который вас ограничивает, вероятно. Да? То есть ограничивает вас в проявлении ваших желаний. Дальше. Значит. Вы пишите, что познакомились с мужчиной, да? Познакомились вы с мужчиной, с мужчиной. Что вас объединяет с этим мужчиной, кроме, допустим, ну, кроме, допустим, того, что он оказывал вам знаки внимания. Кстати, знаки внимания, это такая интересная история, когда человек видит вас только в качестве представителя пола. Вот. И всё. То есть как бы в качестве личности, в качестве личности вас не видят. Вот. Если я прав, то это уже говорит о том, что между вами общего ничего нет. Фундамент отношений выстраивать по факту неныши. Вот. И это может быть действительно такой серьезной проблемой для вас. Да? То есть что вас объединяет? Это первое. Второе. Да? Значит. Дальше идём. Так. Непомерно то, что он в тот момент не состоял в длительных отношениях, стало гораздо быть не знаки внимания, которое я поначалу не принимала, так как всегда была против чужих отношений. Ну, влезать в чужие отношения. Да, об этом я сказал. Откуда это взялось, почему против это нужно выяснять. Позднее я взялся с своей девочкой, мы стали ближе, он часто оставался мне с ночёвками, но интима не допускал, будучи неуверенны в его намерениях. Ну, всё. Вы пишите, что я не допускал интима, будучи неуверенны в его намерениях, просто не хотелось быть девочкой на одну ночь. Значит. Здесь история такая. Либо вы добиваетесь, грубо говоря, выполнения каких-либо условий для того, чтобы стать уверенной. Либо вы просто устанавливаете определённые правила, то есть, например, нет секса там, не знаю, до предложения руки и сердца, ну, что-то типа того, да, то есть, такая история. Либо вы просто проецируете на мужчину свои собственные переживания, то есть, вы не уверены в себе. Вы не уверены в том, что вы можете быть кем-то, кроме как девушки на одну ночь. Вот. Ну, хочется вам секса. Ну, взрослые люди, надеюсь, переспите и всё. То есть, для чего здесь всё желание? Не хотите, не считаете возможным для себя, значит, заниматься сексом? Ну, вот, да, и разово, скажем так, да, или без обязательств. Ну, в таком случае вам не нужно заниматься. Так, получается, вы полгода, значит, ждали, полгода вы не сдавались, а что потом-то произошло? Что изменилось? Вот вы говорите, что через полгода я сдала, а у меня это произошло. Так, а почему сдали? Что изменилось? Знал ли вы, если человек в армию выйдет? Вот. Что произошло? Со мной сказалось, что вы боитесь, что я его забуду. Это, опять же, проект, перенос теперь уже с него на вас его переживания. Его переживания. То есть, мужчина не уверен в себе, мужчина как-то вот, ну, нуждается в утверждении себя. Хотя мужчине необходимо как-то вот, значит, ну, как-то чувствовать себя лучше. Мужчина не хватает уверенности, вот, в себе. И, соответственно, он поэтому и говорит вам то, что говорит. То есть, он боится, что вы его забудете. Это, опять же, не случайно всё. Это, опять же, не на пустом месте возникло. Это его позиция. Абсолютно. Да, не на пустом месте. Дальше. Спустя четыре месяца возобновили общение по моей инициативе. От чего вы хотели? Что это была за инициатива? Почему только через четыре месяца? То есть, человек говорит вам, что боится, что вы его забудете, и вы четыре месяца чего-то ждёте. Чего? То есть, я хочу понять вас, я хочу понять, что, чем вы руководствуетесь в этой, в этой ситуации. Что вам нужно? В чём вы нуждаетесь? Вот. Понимаете? То, что вы пишете, да, это очень поверхностно. Вот. Сначала это были приятельские разговоры вроде как дела, чуть позже стал писать, что скучает по мне и хочет меня, якобы секс со мной, это лучшее, что у него было. Тут уже вы не уверены в себе. Под ней он стал уверять, что любит меня и после армии хочет строить отношения со мной. Это продолжалось месяца полтора, потом мы после-после, он казалось, что помирился с девочкой, очень её любит и т.д. Понимаете, автор вопрос. Я почему вас называю автором вопроса, потому что вроде бы свой первый вопрос вы задавали от другого имени, но такой же абсолютно. Поэтому я называю вас автором вопроса. Поведение мужчины здесь либо описано недостаточно полно, с силой того, что мы не захотели раскрывать какие-то подробности. Вот. Либо это очень ненадёжный человек. Ну, вот, сам по себе очень ненадёжный человек. Очень, очень ненадёжный человек. И вопрос, на самом деле, он у меня к вам. То есть, если этот человек может вот так вот резко изменить свою позицию, да? Вас это устраивает? Условно говоря, жить вот в таком, ну, в таком постоянном подвиженном состоянии, в невидении, в неуверенности, да, и т.д. Вот. Кроме того же, совершенно очевидно, что человек, он не определился со своей, ну, со своей симпатией, со своими ориентирами, да, человек, ну, человек попросту не определился. Вот. И мне кажется, что эта позиция, она достаточно серьёзная. Вот. Понимаете, какая история? Вот. Эта позиция, она достаточно серьёзная. То есть, это уже ваше отношение к себе. Это ваше отношение к самой себе. Опять же, может быть, были какие-то препятствия к тому, что она так поступит. Общение не прекращалось, было ближе, чем друг. Это вы уже позволяли. Вопрос в том, для чего. По возвращении из армии сразу же приехал ко мне после этого времени. А почему вы допустили, чтобы он приехал? После этого время от времени стал приезжать иногда на пару часов, иногда в ночевке. Полгода спустя снова расстался с девочкой, начал снимать квартиру вместе со мной. Почему вы позволяли ему приезжать к себе, когда он встречался с девочкой? Ведь у вас же была позиция, что вы против влезания. Что изменилось? Ага, отношений не было, иногда был секс. По какому причине вы позволяли себе секс без отношений? Почему вы снимали квартиру вместе, если не было отношений? Месяц спустя снова с бывшей помирился, уехал к ней. Сейчас вместе снимаю. Что мне делать? Что делать, чтобы что? Не могу его забыть и отпустить. Это работа с вашей потребностной сферой, самооценкой и уверенностью в себе. И принятием личной ответственности, то есть любая зависимость, это принятие личной ответственности. Хочу, чтобы он вернулся и мы снова жили вместе. Зачем? Зачем это вам автор вопроса? Вот лично вам это зачем? Как вы считаете это возможно? Пока вы ведете себя так, как ведете, нет. Если да, что мне делать, чтобы ситуация не повторялась? Больше внимательно обращать на себя и донести до него и показать, что он может вас потерять. Стоит ли пытаться строить с ним отношения? В текущем состоянии вашего личностного роста нет не стоит. Когда вы личностно вырастите, вполне возможно, что вам уже и не нужен будет этот человек. Если вы думаете, что нет, как вы его отпустите? Нужно понять, чего вы от него хотите, Нужно понять, какие вы желания пытаетесь удовлетворить с помощью него и реализовать их самостоятельно. С девушкой его связывать не стоит, она скорее всего и так знает, что он изменяет женщину, И это чувствует, если она это знает, значит она просто на это закрывает глаза. Вот и все. Кроме того, рассказав ей, вы не станете более привлекательны в глазах своего молодого человека. Вот скорее всего он вас обвинит в том, что вы разрушили его жизнь и так далее. Вот. То есть здесь нужно не как бы с его девочкой связываться, а здесь нужно спросить себя, да, Зачем мне такие отношения и почему я так сильно этого хочу и из чего именно я хочу, в чем именно я нуждаюсь. Вот. То есть не нужно пробовать меня от других, нужно работать с собой, нужно о себе сперва позаботиться. Понимаете? Вот. И тогда уже вы решите, связываться с его девочкой или нет. Только когда лично, лично сна вырастет. На этом все, надеюсь это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Şu вам приглашわ. Продолжение следует...